Переход спичного на электроотопление. Денежная субсидия для абаканцев, отказавшихся от угля. Чистый воздух – проект, позволяющий дышать полной грудью. Большая уборка. Абакан чистит скверы, парки, городские улицы и общественные территории. Без прикрас и вуалий. Правдиво и порой слишком откровенно. Многие не могут сдержать слез. Поезд победы в республиканской столице, чтобы знали и помнили. Обо всем этом, а также о других темах, расскажем в ближайшие полчаса. Абакан-24 – итоговая программа недели. В студии Роман Кремзуков. Здравствуйте. Отказаться от угля и получить субсидию на электроотопление. Средства предусмотрены для тех жителей Абакана, кто пользуется двухставочным тарифом. 60 миллионов рублей на чистый воздух – это деньги муниципальной и республиканской казны. Пилотный проект, в котором участвует региональная столица, получит продолжение в следующем 2024 году. Абакан входит в список одних из самых загрязненных городов. Жители республиканской столицы жалуются – дышать в период отопительного сезона нечем. Смог затягивает небо, а приложение «Эковизор» зашкаливает, выдавая критические показатели вредных веществ в воздухе. Подобная ситуация в соседнем Черногорске и в Минусинске. В Абакане уже с прошлого отопительного сезона началась реализация пилотного проекта. Его основная задача – снизить объем вредных выбросов в атмосферу. В этом году на реализацию программы предусмотрено 40 миллионов рублей. Половина из них выделяется из городского бюджета, вторая – из республиканского. А в 2024 году федеральный проект «Чистый воздух» заработает в Хакасии. «Программа у нас реализуется, к сожалению, не во всем городе. Она реализуется у нас пока пилотно в 10-м жилом районе, на первой очереди 10-го жилого района. В настоящее время на электротопление в первый отопительный сезон было переведено 323 домовладения. Это по состоянию на две недели назад. Сейчас уточненные сведения мы от коллег услышим. Программу мы расширяем, планируем включить новые территории. Здесь есть определенные сложности. Я напоминаю, что программа реализуется по двум направлениям. Первое – это модернизация электросетевого хозяйства, потому что переводное электроотопление требует, конечно, модернизации сетевого хозяйства. Это установка новых типушек, замена фидерных линий. Поступило новых по 10-му жилому району 23 заявки. Итого всего 346 заявок, 344 договора заключены. И по району Полярный было 19 заявок, 16 договоров. На сегодняшний день подано уже 26 заявок всего и заключено 19 договоров. То есть договорная работа продолжается. Продолжается обследование. И в случае, если удовлетворяет условиям участника для участия в пилоте, то соглашение идет в топ-1. Из тех, кто заключил соглашение, поступило в наш адрес 17 заявок на увеличение мощности. Увеличение мощности составило порядка 400 киловатт. Соответственно, две подстанции, которые мы планируем в этом году построить, соответственно, они обеспечат ту необходимую нагрузку, которую, получается, планируется и расходовать. Жителям. То, что касается 10-го жилого района, в рамках подготовки к зиме мы провели планово-предупредительные осмотры подстанций воздушных линий, кабельных линий. Соответственно, на сегодняшний день ждем исполнения контракта со стороны департамента по поводу строительства именно новых объектов электроснабжения. И в перспективе будем перераспределять нагрузку. Участникам пилотного проекта будут субсидировать оплату за электротопление. Тем, кто использует двухставочные и трехставочные тарифы, то используется тарифом, дифференцированным по времени суток. Тот тариф, который в ночное время более дешевый, составляет 85 копеек, в дневное время более дорогой. Поэтому использование и субсидирование ночного тарифа для электроотопления, оно, с одной стороны, позволяет перераспределить электрическую нагрузку. Использование ночного тарифа для электроотопления, с одной стороны, позволяет перераспределить электрическую нагрузку. То, что выгодно на сегодняшний день энергетикам, это меньшая загрузка подстанций в дневное время, в пиковое время. С другой стороны, ночной тариф, он более дешевый, он в настоящее время составляет 85 копеек. И в настоящее время мы планируем субсидировать из этих 85 копеек 50 копеек, что является для целей электроотопления, обогрева дома, наверное, крайне выгодным. Возвращать часть денег участникам проекта начнут ближе к зиме. Субсидировать людей будут вне зависимости от района. Главное – быть пользователем двухставочного тарифа. Всего на следующий год на реализацию проекта заложено 60 миллионов из городского и регионального бюджетов. А предварительные итоги по эффективности пилотного проекта по переводу с печного отопления на электро будут известны уже в конце отопительного сезона. Горсовет республиканской столицы готовится к очередной сессии. Один из вопросов – недострой капитальных гаражей. Все они в разное время решением судебных инстанций были переданы в собственность города. Сейчас мэрия Абакана планирует выставить их на аукционы. Из-за жалоб соседей и по решению суда. Перечень муниципального имущества мэрия Абакана из года в год пополняется капитальными гаражами-недостроями. Граждане регулярно информируют администрацию города о подобных объектах. Эти постройки зарастают сухой травой и превращаются в стихийную свалку. В некоторых вырыты подвалы или смотровые ямы. И такое соседство устраивает не всех. На 2023 год в плане приватизации муниципального имущества включено 15 таких гаражей, которые приняты в собственность города как бесхозяйное имущество. Пять гаражей из них нами уже реализовано. Но хочу отметить, что это были довольно востребованные гаражные массивы по улице Торосова в квартале М6-М6-1. Это в районе мечети. И цена на те гаражи у нас увеличилась от полутора и практически по некоторым объектам до трех раз. Решение об условиях приватизации недостроев принимают депутаты горсовета. Но этому предшествует большая работа. Каждый выявленный по заявлениям граждан гараж специалисты мэрии берут на карандаш. Рассылают запросы о его собственнике во все инстанции. Если владелец не объявится, объект ставят на учет в Росреестр. По истечении года Комитет муниципальной экономики Абакана направляет иск в суд. И заброшенный гараж переходит в собственность города. В этот момент подключаются депутаты горсовета. На октябрьской сессии им предстоит решить судьбу шести таких объектов. Согласовать условия аукционов. Два гаража находятся в массиве М6. Это напротив мечети по улице Торосова. Там фактически свободные земельные участки, заросшие уже деревьями. Два гаража находятся в гаражном массиве в районе улицы Итыгина в районе фабрики 12 стульев. И два гаража уже в довольно-таки старом гаражном массиве за корпусами бывшей трикотажной фабрики, троллейбусным депо. Вот в том районе два гаража, которые мы также принимали как бесхозяйное имущество. Как поясняют специалисты мэрии, некоторые гаражи на аукционы выставлялись не по одному разу. Желающих приобрести их в собственность не нашлось. Но ситуация меняется ежегодно. Жилая застройка в городе разрастается. Она приближается к гаражным массивам, которые раньше считались окраиной. И тем выше шансы, что такие заброшенные объекты наконец обретут хозяев, которые смогли бы завершить их строительство. Корректировка основного финансового документа и правил землепользования. Депутаты бюджетного комитета рассмотрели сессионные вопросы. В настоящее время их девять. Плюс одна поправка в смету расходов и доходов муниципальной казны. Комитет по бюджету и финансам. Впрочем, начали с вопросов землепользования. Этот проект решения также внесен в повестку октябрьской сессии. Конечно, у нас частые вопросы – это изменения в правилах землепользования и застройки. В этот раз мы рассмотрели, кроме как новый вид земельного использования, как вносится овощеводство, вносится изменение в бюджет города Абакана уже близко к концу периода строительного. И строительного в том числе. Он самый затратный у нас. Поэтому где экономия, где, к сожалению, большому сожалению, не удалось найти подрядчиков, чтобы выполнить работы. И работы должны быть перенесены уже на другой срок. Поэтому корректировка бюджета столицы Хакасии идет по всем направлениям. В градостроительстве, коммунальном секторе, сферы культуры и спорта. Внутренние и сугубо технические передвижки, как в таких случаях говорят финансисты. Сегодня к ранее уже внесенному на рассмотрение депутата в проекту решения поступила одна бюджетная поправка. Поправка важная. Связана она с обеспечением сертификата на покупку жилья детям-сиротам и детям, которые остались без посещения родителей. Вот, собственно, эта поправка, она важна тем, что сумма меньше, мы не можем ее обеспечить, соответственно. Мы произведем передвижку бюджетных отсигнований и по договоренности с Министерством Республики Хакасия образования, мы, собственно, получим от них дополнительные субвенции. Все проекты решений депутатами рассмотрены. Повестка полностью сформирована. Сессия Горсовета Абакана назначена на 24 октября. И к другим городским темам. В Абакане продолжается реконструкция Республиканской детской клинической больницы. Напомним, ремонт рассчитан на два года и проводится при поддержке национального проекта здравоохранения. Объем, запланированный на этот год, строители почти выполнили. Расскажем о том, как продвигаются работы. Развернуто три полноценных строительных площадки, поскольку по проекту работы разделены на три зоны и ведутся параллельно друг к другу. Полное возведение объекта на первой. Строители завершают отделочные работы внутри здания, занимаются также и фасадной частью. Это своего рода пристройка к основному стационару с высокотехнологичным наполнением. В следующем же месяце запланирована установка компьютерного томографа. Первый этап – это строительство пристройки к стационару с размещением компьютерного томографа площадью 384 метра квадратных. Состоит из двух этажей. Цокольный первый этаж. На первом этаже непосредственно и будет размещаться компьютерный томограф. Процент готовности строительно-монтажных работ составляет 90%. Планируется, что в ноябре 2023 года подрядчик завершит строительно-монтажные работы и уже поставщики приступят к монтажу оборудования. Специалисты отмечают, что к концу этого года пристройка будет готова к сдаче. Постепенно на финишную прямую выходят и строители второго этапа – педиатрического отделения. Его общая площадь – более 2000 квадратных метров. На всех этажах ведутся отделочные работы. Позади демонтажные, усиление перекрытий оконных проемов внутренних, наружных стен, кирпичной перегородки, отремонтирована кровля, отопление, установлены новые окна и другие, прописанные в плане позиции. Большая часть сил подрядчика распределена именно на третьем этапе. Непосредственно на нем в настоящее время ведется усиление проемов, усиление несущих конструкций, устройство монолитных балок. Проектом предусмотрено два грузопассажирских лифта на этих местах. Также необходимо полностью закрыть тепловый контур здания, установить окна, обустроить кровлю к холодному сезону и дверные проемы. После перейти к отделочным работам. В середине следующего года подрядчик намерен завершить все строительно-монтажные работы. Уникальное интерактивное оборудование и большое поволнение книжного фонда. Здесь есть музыкальные издания, книги-конструкторы и даже сказки с особым запахом. В Абакане открылась модельная библиотека. Третья по счету. Абакан, улица Торосова, 18. Адрес известный с детства многим жителям этого района. На первом этаже большого жилого дома расположена библиотека. Сегодня у нее второй день рождения. Она снова открыта после ремонта. Сегодня на нашей улице праздник. В нашем городе праздник. Вы все прекрасно знаете, что библиотека это не только про книги, про романы, поэмы. Библиотека это уникальное место хранения времени. Для города Абакана, как вы слышали, это уже третий опыт участия в национальном проекте культура. Третий опыт превращения хороших, но обычных библиотек в волшебные и сказочные. Это результат работы мэрии города Абакана с федеральными возможностями по линии национальных проектов. Это участие бюджета республики в том числе. И мы будем и дальше продолжать с правительством республики вкладывать деньги в подобные объекты. Потому что это все для вас, ребят. Все для нашего будущего. Поздравляю вас. Ну и конечно, любимые библиотекари, если бы не вы, я не знаю, за ваше рвение, желание изменить ситуацию к лучшему. И за ваши дизайнерские и творческие проекты, которые вы в каждую библиотеку вкрапляете. И я не успеваю удивляться, откуда вот эти идеи. Спасибо всем огромное, что уже хочется зайти и посмотреть. И дай бог, чтобы у нас эти проекты не прекращались. Первый пойдешь. Ну давай. Держи ленточку, а я буду резать. Ну что, раз, два, три. Пошел. Оптимальное сочетание финансовых ресурсов из бюджетов всех уровней. Город ремонтирует помещения, а федеральный центр и регион обеспечивают оборудование. Первой ласточкой стала юношеская библиотека «Ровесник». Затем была семейная библиотека «Истоки» на Согре. Теперь черед дошел и до детской. С уникальным интерактивным оборудованием. Подобного, говорят специалисты, нет ни в одной в городе. Первопроходцам уже понравилось такое задание, как «Кто где живет?». Читатели не могли удержаться, все равно заглядывали к нам. Мы показывали чуть-чуть совсем. Ну вот, например, распределить, кто где живет. Посади каждого героя в его домик, где может жить юнош. А где у нас герой-то главный, который он походил? Он уже пошел выполнять задание. Да, у них квест начался. Мальчик живет в домике и собачка может жить в своем домике на улице. В свое время библиотеку разместили в обычном приспособленном помещении. И ни о какой перепланировке не могло быть и речи. Когда начался ремонт, почти все оставили как есть. Обновленное учреждение назвали «Лабиринт». И он по-прежнему полон книг, детских журналов и газет. «Также у нас есть теперь музыкальные книги. Например, ребенок может познакомиться с русской классикой. Открыть какую-либо страничку. Вот узнать, например, про кофе написал Джульетту девочку. Посмотреть на всю иллюстрацию. Включить музыку и начать фантазировать. Он может даже сам придумать историю. Что же могло случиться с этой девочкой Джульеттой? Я с младшим сыном сейчас читаю, смотрим с ним. И то, что я вижу здесь, это прекрасно. Сюда надо обязательно прийти с младшим. Здесь очень много интересных книг. Много действительно фишечек. Вот эти книжки, где можно потрогать и запах клубнички, бензина, где трактор или корицы. Это уникально. Я первый раз так увидел. Это не библиотека на самом деле. Это уже уникальное культурно-досуговое пространство. То есть интерактивное, современное. Для ребятишек это, конечно, совсем уже совершенно другой уровень. Это библиотека именно нового поколения. Да и взрослым интересно. Да и взрослым интересно совершенно верно. Ежедневно в этой библиотеке бывает по 30-40 маленьких читателей. В век информационных технологий, при всех современных достижениях науки, книги электронные не в силах вытеснить обычные бумажные. А значит, у библиотек есть будущее. Следующая, по крайней мере, заявку мы подали. Это центральная детская библиотека. Она довольно большая. Но пока конкурс-отбор не состоялся. Но мы очень надеемся принять участие и в дальнейшем. Для себя мы план поставили. В год мы по одной библиотеке модернизируем. Ну и сразу говорим, что если говорить про нашу библиотечную систему, ну да, собственно, и про любую, что путь именно такой. Именно создание вот этих вот современных моделей в библиотеке. Программа и национальный проект очень хорошие. И, конечно же, мы должны в ней в обязательном порядке. И республика Хакасия, и город Абакан участвовать. Сейчас мы как раз в Верховном Совете работаем над бюджетом, который нам несло правительство. Мы его будем утверждать в декабре. И в этом бюджете, каким бы он для нас сложным ни был, обязательно будут предусмотрены средства на софинансирование, федеральных программ, в том числе и национальных проектов. И прежде всего, конечно, в том, что касается вот таких учреждений. Таким образом, есть все шансы, что это, третья по счету модельная библиотека в Абакане, не последняя. Будут и другие, еще лучше и современнее. Все это новый Чанган ЭАДО+. Встречайте у официальных дилеров. Чанган. Больше, чем просто автомобиль. Автомир в Абакане. Поселок Тепличный. Улица Ленина. 1-1. Вагонка, брусок и мебельный щит. И многоотличный для деревозащиты. Антисептики с гарантией до 30 лет. Масло для террас, мебели и бань. Защитный декор. Солострой. Абакан. Пушкино. 211-Ж. Раз в 5 лет гражданин может подать заявление о признании себя банкротом. ФЦБ может помочь в процедуре банкротства. Звоните. Доверьте заботу о чистоте вокруг вас блестящим специалистам своего дела. Профессиональная уборка помещений. Мытье балконов, лоджий и окон. Мойка натяжных потолков. Клининговая компания «Чистый дом». 26 46 46. Реклама На одну асфальтированную дорогу в 10-м жилом районе Абакана станет больше. Твердое покрытие подрядчики уложили на участки улицы Высоцкого. От Академика Лихачева в сторону Ташибы. Это только первый этап. Далее здесь же планируется построить мост через реку, чтобы обеспечить сквозной проезд из первой очереди 10-го жилого района во вторую. Тему продолжит Алексей Лестратов. 10-й жилой район Абакана рекой Ташиба разделен на две части. Или две очереди, как их иногда называют специалисты. Сегодня, чтобы проехать из первой во вторую, нужно сделать изрядный крюк по Скискому тракту. И прямого сообщения пока нет. Проект, к реализации которого градостроители Абакана приступили в этом году, призван кардинально изменить транспортную схему района. Для начала одели в асфальт новый участок улицы Высоцкого. Немножко пришлось поработать над проектом, доработать его. И объект оказался не самым простым, как могло показаться на первый взгляд. Потому что пришлось проводить достаточно много работ по выемке непригодного грунта и по обратной засыпке уже нормальным, хорошим ПГСом. Ну и вот сейчас подрядчик выходит уже на финишную прямую. Идет укладка нижнего слоя асфальта. Сумма на этот год по данному объекту составляет порядка 23 миллионов рублей. В СМИТу вошли также работы по укладке так называемых резервных труб. На каждом из перекрестков теперь есть специальные подземные каналы для электролиний и связи. На перспективу, чтобы не вскрывать уложенный сегодня на дороге асфальт в будущем. Ведь это сегодня жилой застройки в этой части района пока немного. Через пару лет домов станет больше, а транспортное движение интенсивнее. В этом году у нас плановые работы на участке от Академика Лихачева до реки Тошиба. Мостовой переход у нас запланирован, но это будут уже последующие годы. Мостовой переход будет соединять две магистральные улицы районного значения. Это улица Высоцкого и улица Муслима Магомаева во второй очереди 10-го жилого района. В настоящее время подготовлен проект планировки, в котором у нас появился линейный объект с мостовым переходом. Сейчас мы начинаем проектировать данный объект. Река Тошиба на этом участке не широкая. Порядка 6 метров. С технической точки зрения соединить два берега мостом вполне реально. И сквозной транспортный коридор для жителей 10-го района будет обеспечен. Причем его хватит и для легковых автомашин, и для маршрутных автобусов, которые сейчас курсируют через Аскизский тракт, дорогу регионального значения. Город чистит парки, скверы и улицы. В Абакане большая уборка. Горожане и коммунальные службы прибирают каждый уголок и территорию. Традиционный двухмесячник по благоустройству проходит в Абакане дважды в год. Весной коммунальные службы убирают улицы после зимнего периода, очищают дороги и тротуары от подсыпки, чистят ливневые канализации, моют и подкрашивают остановочные павильоны и детские площадки. Осенью готовят город к зиме, освобождая магистрали и тротуары, общественные места, скверы и парки от пестрой листвы, пожухлой травы и мусора. На сегодняшний день основная задача – это, естественно, уборка листвы, которая интенсивно начала падать с этой недели. В принципе, ситуация, я считаю, с одной стороны, хорошая в плане того, что у нас она одномоментно практически уже 70% листвы опала. Это позволяет более эффективно провести в рамках двухмесячника субботники всевозможные в городе. И, естественно, на нас падает большая нагрузка по вывозу одномоментно всего. В принципе, для города это, я считаю, правильно и нормально. Провели сотрудники спецавтобазы и другие плановые работы. На прошлой неделе был помыт надземный и покрашены подземные переходы. Очищены и остановочные павильоны. Весь комплекс работ по уборке Абакана после летнего периода проводится выверенно и без сбоев, говорят специалисты. Ежедневно на улицах работают подметальноуборочные машины. Помогают городу стать чище 35 дворников и 15 дорожных рабочих. Параллельно сейчас ведется работа уже по подготовке учреждения к зимнему периоду. И, естественно, через недельку, через две мы, я так понимаю, уже увидим снег и первое гололедное явление. Ну, соответственно, работа ведется параллельно. И подготовка, и двухмесячник. Закончится большая городская уборка в конце октября. За это время коммунальные службы выполнят все работы по подготовке города к зиме. Аллея диаспор Абакана. Хвойная, вечно зеленая появилась в республиканской столице. На улице Аскизской новое место для жизни обрели четыре сотни саженцев. У нас есть инструктаж на месте, обязательно. Вот смотрите, обращаю внимание, то есть вот это место не должно быть засыпано землей. Поэтому смотрим, если лунка, в принципе, соответствует, устанавливаем его так, чтобы он стоял ровно. Потому что привязывать мы не будем. И посыпаем в раме, вот сюда, посыпаем сюда, под корни, чтобы везде, где... А можно лопаткой прикрывать? Да, это лопаткой. Я просто полщик взяла для удобства. Ваша задача, да, и сделать так, чтобы... Ну, смотрите, и остается вот так вот немножко, вот так, и лунка, вот так, чтобы не копаем. Традиция очень хорошая, потому что, я уже говорил, мы уйдем, а деревья останутся. Хоть что-то должно остаться на этом свете. Хотя, в принципе, каждый мужчина должен и дерево посадить, и дом построить, и сына вырастить. У меня три сына, дом строю, деревьев много насадил. Традиция очень хорошая. Это действие нас объединяет, и мы разные национальности. А здесь, в Хакасии, больше ста национальностей. Если мы что-то делаем вместе, мы же и общаемся, и друг друга видим, и спрашиваем, как дела. То есть хорошая традиция. Самое главное, чтобы все относились к природе бережно. Это очень важно в данное время у нас. Тем более, чтобы чистый воздух обеспечивает. Традиции для того и существуют, чтобы их соблюдать. А традиции высаживать деревья у нас существует уже не один, даже десяток лет. Традиционно мы высаживаем и весной, и осенью. Последние, наверное, пару лет мы высаживали порядка десяти тысяч деревьев ежегодно. В этом году у нас также очень большие планы по высадке деревьев. В основном это, как вы видите, сосны. С диаспорами эта традиция существует с прошлого года. Это новая традиция, но она уже у нас прижилась. И это уже у нас третья территория, на которой мы совместно с диаспорами, которые представлены в городе Абакане, и высаживаем деревья. А весной мы высаживали скверик, кораблик, и практически все из тех деревьев, которые мы высаживали, практически все прижились. А это значит, что высаживали с добрым сердцем. И надеюсь, что на территории по улице Аскизской будет ровно точно так же. Мы уже третий раз, получается. В первый раз в 22-м году это было весной. Потом второй раз в этом году уже весной. И вот третий раз у нас. Да, традиция такая добрая, на самом деле это прекрасно, потому что эти саженца мы посадили, они еще маленькие, а когда-то лет через 20-30 они выросли большими. То есть, допустим, я смогу показать их своим детям, смогу показать своим внукам и сказать, вот, смотрите, это ваш папа, это ваш дедушка когда-то посадил, и теперь эти деревья выросли большими, чтобы они нами гордились. Всегда поддерживаем традиции, также детям передаем, дети участвуют, принимают участие. Ну, такие мероприятия, конечно, очень полезны. Они нас объединяют, объединяют в посадке, объединяют дружбой, объединяют разговорами. Ну, во-первых, мы несем полезное дело. Мы садим деревья, то есть кислород, да? Украшаем. Озеленяем наш город, чтобы он был еще краше. Ну, я считаю, что это очень полезное дело. Без суеты и проволочек. Республиканская столица готовится к новогодним праздникам. Яркая иллюминация появляется на городских улицах. Гирлянды уже развешаны на участках проспектов Ленина и Дружбы народов. Выверено и только после санитарной обрезки деревьев, если она требуется. За работами наблюдала Ксения Майер. Это этап тщательной подготовки. Ей занимается парковое хозяйство Абакана. Специалисты развешивают иллюминацию на центральных улицах города. Но прежде чем раскинуть огни яркой гирлянды, необходимо подготовить пространство. Освободить его для разноцветных переливов от разросшихся за летний сезон ветвей деревьев. Мы там делаем формовку, а здесь небольшую зачистку стволов, санитарную обрезку по ходу действий делаем, чтобы уже не заходить на этот адрес. Поэтому максимально, сколько можно, поднимаем с сохранением кроны. Не опасно абсолютно. Мы очень бережно относимся. Здесь очень красивая тенистая аллея, в жару очень спасательная. Поэтому мы, еще раз повторюсь, максимально сохраняем крону. Мы немножко просто подчищаем ветки. Часть гирлянды уже установили на проспекте Ленина. Активная подготовка к новогодней сказке также идет и на улице Щетинкина. Там появится перетяжка теплого желтого цвета, что добавит в город еще больше уюта и предвкушения праздника. Не останется без внимания и Пушкина. Улица засияет новыми ярко-синими огнями. В этом году городская администрация подготовила множество новшеств, которые удивят абаканцев перед праздником. Новогодние огни зажгутся уже в первых числах декабря. От начала войны до дороги домой. Полное погружение в реальность. Свет, звук, образы. В Абакан прибыл особенный железнодорожный состав. Поезд Победы. Десять интерактивных вагонов. В каждом из них этапы Великой Отечественной войны. Суровые, порой страшные и пробирающие до мурашек. Наши корреспонденты побывали и в вагоне смерти, и в вагоне блиндаже, и в вагоне Победы. Это стоит знать и помнить. Ощутить на себе, осознать и прочувствовать масштаб трагедии военных реалий, звуков, бомбежки и автоматных очередей. Десять вагонов, словно меткие рубиконы. Сложные, мрачные, тяжелые, без прикрас. Поезд Победы – интерактивный состав. Внутренний бот – другой мир, военный, с падающими снарядами, грохотом тяжелой артиллерии. Каждый вагон отражает разные этапы военных лет. Экскурсия с аудиогидом начинается для ребят с жизни до утра 22 июня. Счастливые и спокойные лица случайных попутчиков, смешанные с невнятым лепетом детей и разговорами взрослых. Здесь пели, болтали обо всем на свете, играли в настольные игры, пили чай. Еще не знаю, что их поезд движется прямиком в черную годину. Это вагон переломного момента в истории Советского Союза. Страшный 1941 год. Только посмотрите на эти лица. Отец, защищающий своих детей, девочка, у которой слезы на глазах, и мать, которая не понимает, что вскоре и отца заберут на войну. На лицах тревога, впереди неизвестность. В вагонах представлено более 150 фигур. Создатели экспозиции постарались, чтобы каждая из них отражала свои эмоции и переживания. А поезд движется все дальше. По тихий стук колес уходят на фронт мужчины. Уходят, чтобы никогда не вернуться. В вагон, который отражает непосредственно сами боевые действия, просто страшно заходить. Здесь люди с замерзшим ужасом в глазах встречают смерть. Концлагерь, госпиталь, поля боевых действий. Все до мелочей. Каждая деталь, каждый предмет. Находясь внутри, эмоции порой захлестывают. Экскурсия по поезду доступна для детей старше 12 лет. Ранения, операции, неживые тела. Даже не каждому взрослому легко видеть и понимать, какой ценой далась победа. Очень все так выглядит правдоподобно. И какие эмоции яркие вызывают. Ну, не знаю, до этого момента, наверное, я никогда так близко это все не воспринимал. Вот именно сейчас, когда ты это все прям так правдоподобно своими глазами видишь, прям оседает, такой осадок остается. Ну, очень круто, в общем. Я всем советую пройти это, потому что это прям очень эмоции яркие вызывает. Это было, на самом деле, очень интересно. Прям заморочились они, так сказать, на славу. Очень правдоподобно проделаны всякие нюансы, вот моменты за счет стены, фактуры, вот маленькие детали, типа маленьких монеток в руках, фотографий или выписок. Это дорогого стоит. Ну, а какие эмоции вызвали вот вагон? Эмоции, честно, грусть за счет воспоминаний. А так, в принципе, классно все. Больше всего зацепил вагон с Нюрнбергским процессом, мне кажется. Потому что там вот прям все детали, которые были, затронуты эти вырезки из картин, то есть это прифронтовые записи, видеоролики, и они прям за душу трогают. У меня больше медицинские. Ну, больше, так сказать, больше грусти, больше жалости. Поезд простоит в Абакане до 20 сентября. Экскурсии здесь пройдут для школьников и студентов не только из Абакана, но и всей Хакасии. Эти 10 вагонов, пожалуй, самый наглядный урок патриотического воспитания. Конечно, это очень сильно воздействует на восприятие событий Великой Отечественной войны. Не только в хронологических, исторических датах, но и, наверное, самое страшное – это ужасы, которые пережил советский народ. Поэтому считаю, что очень полезный молодежный формат. И, наверное, сейчас все музеи должны быть именно таким способом построены. Мы тоже, когда планировали реконструкцию парка Победы, предусматривали наличие пантеона, в котором была бы возможность именно вот такого интерактивного контента для молодежи. То есть то, что действует именно эмоционально. Последний вагон отражает путь домой. Весна 45-го года. Цветы, салюты, овации – самое долгожданное и самое радостное и слезное. Бульвар выходного дня – один из лучших проектов в стране для семейного отдыха. Соответствующую награду в номинации «Счастье в доме» делегация из Абакана получила на 14-м Всероссийском форуме «Вместе ради детей», который проходил в Нижнем Новгороде. Столица Хакасии представила свою практику вместе с Сургутом, Челябинском, Сызранью и Уфой и стала победителем. Наша делегация рассредоточилась по всем площадкам, чтобы быть в курсе и посмотреть все новые направления у коллег. Мы участвуем во всех номинациях, но подавали выбранные две наилучшие эффективные практики. Вот одна из них – это новая практика, это семейный выходной на бульваре, на нашем, вновь появившемся в городе Абакане. В номинацию мы подзаявились семейного отдыха, счастье в семье, счастье в доме. И, наверное, оценивая все практики, которые были в этой номинации, даже нам было понятно, что наш бульвар выигрышно смотрится, потому что это действительно досуг малозатратный, это досуг для всех возрастов, для семейного как раз участия. То есть каждый член семьи мог найти себя на бульваре, для себя что-то полезное и интересное. Была возможность для детей занять себя бесплатно на интересных, полезных мастер-классах. Пожилые люди – это бабушки и дедушки, для них были отдельно подготовлены и пешеходные экскурсии, и лекции публичные, и концертные программы. Ну и все взрослые члены семьи тоже могли найти для себя интересное времяпровождение. И совершенно, вот я еще раз повторюсь, незатратное. Поэтому наша практика была отмечена. Два города получили как города признание фонда и дипломы победителей. Это город Абакан и город Челябинск. Поэтому мы очень этому рады и будем продолжать реализацию проекта, безусловно. Красная дорожка и собственная премия. Гости словно кинозвезды. Все выдержано в едином стиле и смысловой подаче. Победа открыла новый творческий сезон. Чем будет удивлять абаканцев культурный центр города, расскажем в нашем сюжете. Для друзей и партнеров у Победы особый подарок – собственная премия «Золотая ротонда». В знак благодарности за сотрудничество и поддержку в проектах. Старт творческого сезона в едином стиле и неспроста. Мы сделали сегодня замечательную выставку в стиле кинопостеров, потому что когда-то Победа была кинотеатром и даже большую часть своей жизни учреждение провело в статусе кинотеатра. Это важно, поэтому мы эту линию кино постарались выдержать. Теперь мы работаем по культурно-досуговому учреждению. И следующий сезон для нас как клубного учреждения 27-й, а вот здание ГЦК «Победа» отмечает свое 80-летие на следующий год. Поэтому вот такое знаменательное событие сегодня мы отмечаем так торжественно. Душевная, теплая, семейная, можно сказать, обстановка, замечательные декорации, добрые, позитивные лица. За последние годы наш городской центр культуры очень преобразился. И появилось что-то очень много интересных, каких-то изюминных творческих. И материально-техническая база тоже улучшилась. Да и сам коллектив заинтересован в том, чтобы их творческий культурный центр развивался. 27-й творческий сезон «В Победе» открыт. Впереди фестивали, конкурсы, выставки, шоу-программы, кинопоказы, танцевальные и поэтические вечера, игрофесты и многое другое. Выбрать мероприятие по душе точно сможет каждый абаканец. На этом все. Следующая неделя принесет другие новости. О них мы тоже обязательно расскажем. Всего вам доброго. Увидимся.